здравствуйте меня зовут дмитрий добро пожаловать на канал dp labs сегодня будет необычный ролик мы решили сделать конкурс для талантливых инженеров просматривая комментарии к своим роликам я заметил очень много комментариев от талантливых инженеров и я решил выделить нормальное финансирование такого финансирования я думаю никто еще в русскоговорящем интернете не делал на разработку некоторых инженерных проектов и так господа что я вам хочу предложить разработать следующие эскизные проекты первое это утилитарный электрический квадроцикл второе это bldc двигатель третье инвертор четвертое зарядное устройство тот человек который выиграл на конкурсе эскизных проектов помимо получения денежного приза у него будет возможность разработать прототип все затраты на изготовление прототипа на материалы и т.д. будем оплачивать мы а человеку человеку надо будет только разработать чертежи и контролировать изготовление прототипа после изготовления прототипа человек получит большое денежное вознаграждение теперь подробнее о тех проектах которые которые будут на конкурсе давайте начнем с утилитарного электрического квадроцикла квадроцикл должен быть двухместным водитель и пассажир номинальная мощность двух двигателей должна быть 30 киловатт пиковая 70 киловатт напряжение питания батареи 400 вольт 96s либо литий-ион либо литий-нмс рама квадроцикла должна быть изготовлена с используя конструкционной стали например кгс а у нас есть камера с возможностью отжига либо алюминиевых сплавов амортизаторы должны быть заводского производства доступные в продаже квадроцикл должен быть полноприводный с двумя двигателями примерное распределение мощности 30 процентов перед 70 процентов зад сзади должен не должно быть дифференциала то есть колеса связаны между собой жестко спереди дифференциал с электроблокировкой в качестве переднего дифференциала можно использовать заводские элементы например автомобильные то есть корпус редуктора мы изготавливаем методом фрезеровки а внутренние шестерни т.д. можно взять заводские использованные двигатели должны быть доступны в свободной продаже обороты можно выбирать от 4 до 10 тысяч оборотов из-за этого подберем редуктор также квадроцикл должен быть оснащен электроусилителем руля но не используйте пожалуйста автомобильные электроусилители потому что они очень громоздкие более подробно информацию о проекте утилитарного квадроцикла вы можете найти на сайте dp labs.ru победивший проект на конкурсе эскизных проектов по утилитарному квадроциклу получит 400 тысяч рублей после чего человек получит возможность изготовить прототип по завершении изготовления прототипа человек получит 3 миллиона рублей второй лот так скажем ну либо проект на нашем конкурсе будет электродвигателей для электромобилей при проще электротехники он должен быть блдц пмсм желательно вот номинальной мощности 25 киловатт максимальной мощностью 50 киловатт напряжение питания 400 вольт обороты двигателя должны быть от 4 до 15 тысяч оборотов на ваше усмотрение корпус двигателя должен быть очень технологичным что для прототипа мы будем использовать фрезеровку а в будущем для промышленного изготовления литье охлаждение двигателя должно быть жидкостное обязательно и очень хорошая должна быть герметичным что же должны данные двигатели будут использовать на квадроциклах и т.д. определение положения ротора в двигателе должно осуществляться с помощью датчиков холла либо вращающегося трансформатора человек который выиграет в конкурсе из эскизных проектов по этому двигателю получит 250 тысяч рублей и получит возможность изготовления прототипа после изготовления прототипа и тестирования человек получит полтора миллиона рублей следующий лот в нашей программе это проект инвертора инвертор для блдц пмсм двигателей инвертор должен иметь мощность максимально 50 55 киловатт должен быть на напряжение до 400 вольт 96 с собственно должен быть герметичным жидкостным охлаждением управление инвертором с помощью кан или рс-485 все должно быть технологично корпус может быть фрезерованный для начала потом или то есть с пост обработкой очень смотрите в сторону охлаждения нужно очень хорошее охлаждение насколько понимаю что инвертор должен быть на и gbt сборках человек выигрышный на конкурсе на конкурсе эскизных проектов по инвертору получит 200 тысяч рублей за последующие изготовление прототипа он получит 1 миллион рублей так зарядное устройство зарядное устройство для электромобилей должно быть трехфазным на 400 вольт 96 с должно заряжать литий-ион либо литий nmc все должно настраиваться главное в зарядном устройстве должно быть гальванически развязано чтобы никого не током не шандарахнуло вот должно быть жидкостным охлаждением максимум 22 киловатта питаться 3 вас 380 плюс нейтраль должно при отсутствии одной фазы питаться от двух вас при отсутствии двух вас от одной фазы какого управление зарядным устройством должно осуществляться пока ну либо по рс-485 ну или потому и и и по-другому собственно корпус зарядного устройства может быть фрезерованным для жидкостного охлаждения либо как вы придумаете да и размер должен быть не дни дико большим а собственно эскизный проект выигрыши на конкурсе получает 150 тысяч рублей за изготовление прототипа получаете 600 тысяч рублей ну и так господа по поводу конкурса прием заявок будет происходить до 1 января 2022 года а нашего высокой жюри вы вы выберет победитель 10 января 2022 года после выявления победителя до допустим 15 января 2022 года все выигрыши номинантом будут отправлены на банковский счет да кстати налоговым резидентом россии придется заплатить 13 процентов подоходный налог это мы возьмем на себя мы станем вашими налоговыми агентами и заплатим за вас за вас этот налог в 13 процентов то так что озвученные суммы выигрыша это чистыми деньгами на 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 руки в отличие от многих мы мы за все хорошее против всего плохого далее после определения победителя победитель сможет участвовать в разработке прототипа ну насчет разработки прототипа я не думаю что и должно быть занять больше года или полтора но по крайней мере для к утилитарного квадроцикла до полтора года до остальное до до года и как бы человек по окончанию проекта лима или мы может быть договоримся что в течение проекта будет часть денег выплачено как каким-то этапом это отдельно будет обговариваться и делать это этот проект и в конце получает всю сумму вся все затраты на материалы изготовления каких-то узлов мы берем на себя в общем вот так вот господа надеюсь мы найдем на наш проект людей и т.д. так как бы все чертежи и т.д. мы хотим чтобы были в solidworks ну а отдельно можно говорить что что да как но желательно в solidworks ну что я хочу сказать господа многие удивляться нахрен мне это нужно и зачем я это делаю ну и я вам еще раз говорю что времени у нас отмерено ограничено мне уже 40 лет и как бы пол жизни ну я прожил а может быть и меньше ну может быть и больше как повезет вот и время я купить не могу и так как я зарабатываю вполне неплохо я готов вложиться в разработку таких интересных проектов я уверен что среди русскоязычного интернета найдутся люди уникумы так скажем как так скажем как я называю хотя я это из люди с божьей искрой в глазах он например как игорь негода и т.д. вот мне мы а мне нужны такие люди и как бы я даю вам шанс и себе даю шанс чтобы что-то сделать в этой жизни я думаю совместно мы можем сделать многое но мне нужна качественная работа это не должно быть такой грязный дикий диайвай это должно быть нормально хорошо что можно сделать ну в продакшен потом пустить так что все в ваших руках многие думают что денег в россии нет никто ни за что не платит я хочу я хочу поменять этот стереотип вот деньги есть может быть небольшие но сколько есть только есть давайте попробуем вместе что-то позитивное созидательное сделать все в ваших руках подписывайтесь на канал поделитесь лайками до свидания да вот многие сказали что это какой-то мешаный маякун нет породистый маякун ему 2 2 годика он он называется этот и и евро и но то есть он называется и американский красный вот хотя ничего красного просто рыжий вот и я могу ошибиться только европейские то ли американские хорошим нравом отличается он абсолютно спокойный к людям а вот некоторые другие маякун очень злобный он не такой здоровый потому что его не кастрировали я бы был против из-за солидарности думаю зачем мне в деревне кот кастрированный хрен с ним заставили даже подписать договора не конкуренции чтобы я типа не вязал кота без спроса не продавал котят но это нет на храни на жены не надо это мой не мой бизнес вот он хочет пускай сам вяжется и ему сказали а можно вам будем кошечек на вязку привозить но я сказал но если бендер родригес будет не против то на то на здоровье по по привозите но конечно у нас немножко такой вид у него ушатый потому что кот живой он бегает дерется со всеми за территорию ему полморды отгрызли ему пришлось часть губы ампутировать в общем он такой боевой он это ну подрастет и думаю всех забил сейчас у него вес где-то 7 килограмм ну думаю через годочек до 8 9 дотянет он такой очень добрый очень меня любят но других котов не любит со всеми бьется и очень наглый такой вот мы очень любим об и бендер родригес его из-за футурама зовут он очень похож по наглости на робота вот